Дворец детского творчества вовсю готовится к встрече детей в новом учебном году. Сейчас в здании ремонтируют кабинеты, проводят косметический ремонт, закупают оборудование, а педагоги проходят курсы повышения квалификации. Также со следующего учебного года юные саровчане от 5 до 18 лет смогут записаться в новые объединения. С 1 сентября свои двери вновь откроют фотостудия во главе с новым педагогом, который продолжит дело Андрея Синельщикова. Новый виток развития получит объединение шахматы. Пришел молодой, активный педагог, который готов работать с ребятами и с маленькими, и с ребятами постарше. Традиционно востребовано объединение английского языка. И в этом году у нас молодой педагог Калуцкая Лариса Александровна набирает ребят 3-4 классов. Уже второй год подряд ребят 9-11 классов ждут в объединении «Физика плюс», где педагог Дарья Фельченкова знакомят с миром физики через лабораторные работы и увлекательные эксперименты. Старшеклассников, которые хотят научиться программировать на языке питон, ждут в объединении «Кот-юниор». Всего во Дворце детского творчества доступны более 40 программ дополнительного образования. Это и танцы, и вокал, и декоративно-прикладное творчество, и театральные объединения. То есть там, где у нас всегда желающих очень много. Запись в наше объединение уже идет с 1 июня 2023 года через портал «Навигатор дополнительного образования детей Нижегородской области». Его адрес – r52-navigator.dete. Через портал можно подать заявку на то или иное направление. После этого в период с 23 по 25 августа необходимо прийти на День открытых дверей и заполнить заявление на зачисление в бумажном варианте. Информацию о том, в какой день и для каких объединений проводится День открытых дверей, можно будет посмотреть на сайте Дворца детского творчества или в группе ВКонтакте. Мы собираемся в актовом зале Дворца детского творчества. Директор Светлана Анатольевна Калипанова представляет кратко итоги работы нашего учреждения за прошедший учебный год. Перспективы, это все кратко, да, пусть родители не пугаются, перспективы развития на этот учебный год. Представляются объединения, которые в этот день ждут ребят, и указывается, в каком кабинете ждет педагог, каких родителей. И уже родители после общего собрания расходятся по дворцу, ходят, смотрят, знакомятся с педагогами. И уже выбирают, в какой кружок ребенок будет ходить. При наличии мест набор в объединение Дворца детского творчества проходит в течение всего учебного года. По интересующим вопросам обращайтесь по телефону 9-52-32 после 21 августа. Светлана Ярнова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова